А сейчас новости короткой строкой информационного канала Панорама ТВ, который входит в медиахолдинг Тверской проспект. Федеральный центр будет развивать структуру электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала Госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Одной из новаций будет расширение функционала портала Госуслуг за счет негосударственных кейсов. Планируется, что первой такой услугой будет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Данный функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленная опция портала позволит подписывать договор купли-продажи электронной подписью. На портале уже есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но пока электронные услуги предполагают только снятие машины с регистрации. И в продолжение автомобильной темы в Центробанке рассматривают предложение от страховщиков о продлении максимального срока ремонта по ОСАГО с 30 дней до 60. Разрешение использовать для этого детали, которые уже были в употреблении. И о расширении тарифного коридора на 10% в нижней границе и на 30% в верхней. Уже сейчас позволено использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобиля. Однако ремонт БУ запчастями требует более серьезного обсуждения, так как не определены критерии их качества. Вдобавок высокие риски, что машина, отремонтированная таким способом, сломается и в худшем случае в дороге из ДТП. Рост стоимости деталей и проблемы с их поставками неизбежно давят на убыточность таких видов страхования, стимулируя компании повышать тарифы в этом сегменте. При этом важно не допустить проведения неполноценного, а вероятно и опасного ремонта с некачественными запчастями. Скорее всего, правила получения компенсации по ОСАГО претерпят еще не одно изменение, и мы будем информировать вас об этом.